«Подражай хорошему даже во врагах, не подражай дурному, даже в родителях». При этом наступило время традиционного моего видео, отчета, прочитанного за текущий месяц. У нас «Смех и грех» Ивана Царевича, который мне понравился безмерно. Там, похоже, решила возводить забытого уже своего персонажа Ивана Подушкина. Книга мне понравилась безмерно, потому что Иван Подушкин – он джентльмен, я люблю джентльменов. И там очень много юмора, но юмор Данцова изменился. Он стал более таким, немножко циничным, что ли, я не знаю. Он больше не радостный, но он всё равно остаётся смешным по-прежнему. И Данцова меня очень сильно удивила. Ну, она часто ей это удаётся, но тут она прямо меня убила на повал. Я была крайне удивлена такого исхода, я не ждала уж точно. Настолько же, насколько мне понравился Иван Царевич, мне не понравилась другая её книга «Белочка во сне и наяву». Здесь уже главная героиня у нас Ева Эмпия Романова. Совершенно неинтересно, скучно. С самого начала знала, кто и при чём, и почему, и зачем. Хотя, в принципе, задумка всех преступлений тоже такая достаточно труднодогадуемая. Но роман написан таким, детектив написан таким образом, что сидишь и просто страниц первого убийства понимаешь, где собака зарыта. Так. Дальше у меня мой любимый крапивин. Сразу три книги. В одной из них даже закладка ещё осталась. Это у нас переулок капитана Лухманова. Здесь речь идёт о ребятах из немножко соседнего мира, скажем так. То есть, там, где он очень похож на наш, но разница в том, что там немножко события пошли под другой наклоной. Ну, как всегда, в центре мальчишки, ребята. Что я ещё хочу сказать? Всегда крапивин пишет не просто там какие-то романчики, а вот именно несёт какую-то идею. Если старые его книги про мальчишек 60-х, 70-х годов были посвящены всё-таки сохранению исторических памятников, каких-то зданий, то теперь, это книга, кстати, из современных, из недавно изданных, то теперь он делает удаление именно на том, что городские власти зачем-то вырубают всю зелень, все цветы, которые растут, где-то там ромашки, домочки, деревья. Ну, и, собственно, очень его расставят, что деревья вырубают, то это находит отражение в его книгах. И, собственно, «Тополято» очень схожая книга. Той писатель, которую дала капитану Лухманову, оно, в принципе, подойдёт и этой книге, опять же, у нас в главных ролях молодые люди. И тоже здесь затакивается тема вырубки деревьев, собственно, даже и название отражает «Тополято». На самом деле, «Тополято» мне ещё один персонаж, взрослый персонаж, называл ребятню «Тополятки мои». Очень добрая, милая история, конечно, со своими поучительными какими-то моментами. Называется «Кораблики». Здесь ещё даже закладка осталась, раз уж пошла у нас такая пьянка, я её покажу. Закладку я получила в подарок, «Таня, привет». Такая 3D, по-моему, да, называется. Такие усики торчат в виде красных ленточек, очень такая. Вот так закладки теряются, ты их забываешь в книгах. «Кораблики». Это уже происходит в нашем мире всё. А нет, наоборот, я попутала. Это тоже происходит в другом мире, и даже это очень заметно. Хотя очень сложно провести параллель между Советским Союзом и «Корабликами». Читала я её уже не в первый раз, а раньше был сборник повести, где были и «Кораблики», но, видимо, я кому-то её дала безозвратно почитать. Человек не счёл нужным её вернуть, и вот я её заказывала, чтобы она у меня была. В действии у меня эта книга не очень раз. Она гораздо суровее в большинствах книг «Кораблики». Суровая, правда, жизнь здесь есть, она немножко, в ней побольше печали. Такие прям философские, глобальные. Ну, не то, чтобы глобальные, но в действии я её почти не перечитывала. А вот сейчас перечитала с огромным удовольствием, видимо, осудрела. Да, медленно я развиваюсь. Так, также я хочу в особенности затронуть «Ангелофрению». Автор у нас Наталья Ошей, та самая, которая солистка группы «Милиция». Хила Виса, известная в миру. И Максим Хорсун. Хорсун, я, к сожалению, не знаю правильного зрения. Это нечто удивительное. Начала я читать только из-за того, что в соавторстве Наталья Ошей. Потому что группа, в которой она поёт, мне очень нравится. Нравятся эти песни. Я настороженно так начинала читать. Я посадилась, и думала, что не понравится, я же не переживу. Как так-то? Как не может, не понравится вообще? Зря я боялась. Это что-то удивительное, потрясающее. Речь идёт немножко до «Милии», где события пошли так, как в нашем. Вот представь, кто из нас не был в кино? Помнишь ощущения, да? Ты заходишь, садишься, гаснет свет. Начинается фильм. Ну, хороший фильм, действительно, хороший фильм. И вот ты пока смотришь, вот за счёт того, что экран яркий, события поглощают всё твое внимание. А в помещении очень темно. Вот тот период, пока длится фильм, ты забываешь о своих проблемах, трудностях, мыслях, вообще о своей жизни. Как от этого, вот с тобой этого нет, и никогда не было, и не будет. И вот есть фильм, есть фильм, и даже не киносал, в котором ты сидишь, полностью в этом фильме. Так вот, книга создаёт похожие ощущения, только здесь проектором служит твоё, собственно, ум, воображение, мозг. Совершенно уникально прописаны какие-то детали, одежда, внешность. Сидишь, и вот прямо видишь этих людей, этот пейзаж, слышишь этот аромат, который раздаётся в книге, ну, по сюжету. Ты полностью в этом мире, и вот даже те герои, которые в этой книге мелькают, неважно, хорошие, плохие, первостепенные, второстепенные, вообще, какие-то случайные люди эти, которые один раз мелькнули на страницах и пропали. Ты переживаешь эмоции каждого человека, как будто бы ты он и есть. Совершенно каждого. Обычно, когда читаешь книги и погружаешься в них, полностью в них уходишь, даже в самые лучшие из них, в основном ты выбираешь персонажа, героя, которые наиболее к тебе близок, и проживаешь его жизнь в книге. Тут проживает жизнь каждого человека. Удивительные ощущения вызвали во мне, не самые яркие эмоции во мне пробудило. И, конечно, мне крайне приятно, что события происходят в Египте, пусть и не в таком, который я знаю в обычном мире. И те догадки, которые высказываются в сторону того или иного, касаемо ингипетской цивилизации, нашли во мне отклик. Они мне понравились. Я очень рекомендую эту книгу, праду-праду всем всем всем, невзирая на то, что она небудечная. Это «Народные русские сказки», это сборник, который составил сам Афанасьев. Только вот знаешь, что принцип составления книги немножечко затруднило и чтение. Как составлена эта книга? Она начинается с самых таких сказок, совсем для деток, про лесу и волку, волка и по нарастающейся сложнее-сложнее сказке. Но при этом, он похожие сказки располагает по соседству. И таким образом у тебя создаётся ощущение, что ты читаешь одну и ту же сказку по нескольку раз, просто там, ну, главных героев чуть-чуть по-разному называют и всё. Это немножко осложняется. Значит, книгу можно поделить на три части. Это собственное введение, в котором сказывается о профессиональной деятельности Афанасьева самого. Далее, конечно, сами сказки. Затем идут, я уже немножко забыла. Ой. В общем, эти сказки по перевёртышам называются. Ну, допустим, что да, что такое сказки по перевёртышам? В случае есть, не знаю, что наикаты в курсе сказки по белым бычкам. Вот это сказки по перевёртышам. Также здесь есть анекдоты. Но не в том плане, что мы понимаем по таким словам сегодня, да. А это какая-то вот немножко, ну, если описывать, это как притча с такой смешинкой. То есть, где есть какой-то поучительный урок, но такой немножко с юмором. И последняя часть, это, собственно, словарь малоупотребляемых слов в современности. Например, шевинка, это не замок там на брюках, да, а платок, вышитый, либо вышитая полотенчика. «Наместница Ра Филипп Ванденберг». Книга меня расстроила чрезвычайно. Не помню, чтобы я так сильно разочаровывалась в книге. Я ничего пока не читала у этого писателя. Да, эта книга была как бы мы первым пробным камешком. Во-первых, попытка как-то с ним познакомиться. Ну, видимо, как-то неудачно выбрала книгу. Вот на меня сначала обрадовало. То есть, в предисловии говорилось, что автор у нас не только писатель, но и увлекается историей. Я ожидала увидеть от него что-то хорошее. Но, значит, если бы я не знала о Египте то, что я знаю о нем, если бы не была избалована чтением и художественной документальной литературой о нем, я бы подумала, что Древний Египет – это страна похотливых, антиморальных, беспринципных манипуляторов крестьянами, ну, низшими словами общества, если можно так выразиться, которые думают о двух вещах – секс и еда, и как умереть. Единственная заслуга которых – это собственные пирамиды. Вот так бы я подумала. Конечно, была бы неправа в корне категорическим. Более того, автор делает ошибки в таких вещах. Видимо, он упирается какие-то, не знаю, на что он упирался, но грубейшие ошибки, которые человек, который мало мальчик, хотя бы знаком с культурой Древнего Египта, заметит сразу. Это и положение женщин в социальном обществе Древнего Египта, это и история фараонов, это и в культуре какие-то моменты. Ещё, вообще, я не хочу никого обидеть, но у меня сложилось впечатление, что и Зигмунд Фрэйк, и мы небесные, будь он сейчас жив, очень бы обрадовался такому клиенту, как Филипп Ванденберг. Ну, действительно, такое ощущение, будто он немножко извращается, такое как помешанное на... Ну, моя мысль понятна. Почему я эту книгу всё-таки как-то мне не удалось зачитать до конца? Мне всё-таки было интересно, как он обставит приход к власти Тотмаса Третьего Пасынка Ходжем Суд, о которой, кстати, речи я не сказала, ну, вот я не очень умный человек, и как он обставит смерть Сенен Мута, фаворита Ходжем Суд, и причастие остального пункта. Мне это было интересно. Увы, он больше уделил внимание сексуальным похождениям целице, чем тем моментам, за которые её можно было бы похвалить. То есть, буквально, и о стране понты, и о других её достоинствах, он набылся, ну, так, вот, мимо ухода, в самых последних страницах книги, и совершенно невыразительно. Ой. Это печально. Я хочу посоветовать тебе книгу, если тебе интересно, художественную литературу, про Ходжем Суд. Это книга из серии «Женщина-легенда». Так она называется «Целица Ходжем Суд», и написала её Элуиз Макгроу. Вот действительно адекватный роман, который правдиво достаточно. Всё это преподносится адекватно, грамотно, на блюдечке, очень интересно читать, захватывающая книга, всё здесь отличненько. Так что, если желание читать художественную литературу, гиппи, то уж лучше вот Элуиз Макгроу, чем вот этого Филипп, как его там. Ну и помним, да, я и даю «Мама», очень положительно назывались о книге «Женщина-лазаря», Марины Степановой, «Женщина-лазаря». И я скачала сборник рассказов. Они, эти все рассказы, очень большие, буквально 17, да, скрани с каждым. Написано просто отлично. Они очень мудрые. Они несут за собой опыт жизни, так скажем, которые переживают, в принципе, любой человек. Но они, эти все такие грустные, такие трагичные, такие... Я пока прочитала все эти рассказы, я просто в поводу депрессии. Они очень печальные, очень легко придут эти свои настроения читателю. Грустно, очень грустно. И очень толкотильно. Гениально. Но грустно, очень грустно. И я обещала еще и в видео декабрьские книги рассказать поподробнее о книге Бориса Куйна «Огненный перст». Как я уже говорила, это является дополнением к его первому тому российской истории. У него есть российская история документальная, то Акунин закрепляет информацию у читателя художественным произведениям. Здесь их три, три повести. Первая мне не очень понравилась. Задержала, обидно. Вот. А остальные очень даже. И их можно читать независимо совершенно друг от друга. Но с другой стороны каждая из этих трех повест является продолжением другой. Хотя, вот, если их читать независимо, друг от друга это не будет. Это не заметишь. Мне здесь безумно понравился художник. Как он рисует лица, это надо видеть. На этом я, пожалуй, заканчиваю свой книга-отчетник, посвящен художественным книгам. Я теперь крайне желаю почитать Ангелов Ринью Натальи Ушея и Максима в общем ее соавтора. Я просто не знаю, куда зрение ставить, буду себе позволиться. Пока. Продолжение следует...